Здравствуйте! Вот знаете, когда происходит такое переселение народов, переселению народов сопутствует некое что-то такое неуловимое, вместе с ними переходит. То ли культура новая, да, вот переселились люди, ну вот русские в Сибирь, например, переселились, они принесли туда вот свою культуру, культуру земледелия, вот огнестрельное оружие, вот что-то такое. О, европейцы поселились в Северную Америку, пришли они туда, с ними были, значит, ружья, у них уже была эпоха пороха, всё нормально, они принесли туда вот нечто новое. А вот если вспомнить совсем древние времена, да, совсем-совсем древние времена, это как раз самое начало Бронзового века, где-нибудь три с лишним тысячи лет до нашей эры. Вообще вот Бронзовый век – это такое легендарное и не очень понятное время, что тогда и как было. Ведь тогда это была Бронзовый век, это эпоха скотоводов-кочевников, цивилизованных скотоводов-кочевников, скажем так, да. Не просто с места на место бегают, а ещё и Бронза у них, да. Вот как-то была выставка, посвящённая Бронзовому веку, и, в общем, стало понятно, что на тот момент артефакты, как это говорится, артефакты Бронзового века, они в разных местах Евразии, ну, в общем, одинаковые. То есть, в принципе, говоря, они как из одного… Это как сейчас вот у нас. Куда ни глянь, везде одинаковый компьютер. Да, вот одно и то же фирмы, сделанные где-нибудь, я не знаю, там, в Китае или во Вьетнаме, или в Корее, или в Японии. Ну, везде по всему миру. Телефоны везде по всему миру. Одного разлива. Так это называется глобализация. И вот и в ту пору Емразия была глобализована. Глобализован благодаря степям. И тут случилась интересная вещь. У нас ведь есть антропологи, они раскапывают могилы, древние захоронения, извлекают черепа, ищут по черепам, где какие люди жили, где какого, вот так сказать… Ну, на западный манер это называется раса. Никого не обижайтесь. У нас раса – это вот черная раса, жёлтая раса, белая раса, европеоиды, негроиды, монголоиды. И есть ещё небольшие расы. Нет, у них это порода людей, вот разные, по-нашему, разные национальности. Не буду в это слово углубляться, но тем не менее это так. Разные, говорит, люди. Вот тут, говорит, на заре, самой заре бронзового века случилось очень интересное дело. Население в Европе сменилось. Вот туда пришли то население, вот потомки которого вот сейчас-то и живут везде здесь в Европе. Что случилось, как это вышло? Ну, были всякие идеи, а как что вдруг у нас сменилось? Я что, завоевательный поход, какой-нибудь Атилла пришёл? Ну, действительно, ведь что-то должно было быть. И вот последние годы, значит, успехи, в общем-то говоря, в естественных науках позволили дать ответ. А что же тогда случилось? Дело в том, что сейчас уже догадались, где искать следы тех болезней, от которых умерли древние люди. Ведь они от чего-то умерли, или их перебили, или они умерли от чего-то, от чего-то болезни. Искать надо следы в пульпе зуба. Она как, знаете, вот зуб, знаете, зуб, у него есть зубная эмаль, а внутри там пульпа. Мы называем пульпит, называется, знаете, да? Когда-то пломбу ставят, зубором делает, так вот сверлит. Вот, нет. Так вот, пульпа, когда человек умер, вот она заблокирована, там кровь есть, свернулась кровь. И в этой крови можно поискать остатки тех генов, которые вот там были в этой крови. Кто-то там, если был возбудитель какой-нибудь болезни, там есть эти остаточки, эти генов. Стали искать. Маленькие обломки. Надо секвести... Ну, вообще, я даже слова-то не выговорю. Надо, короче, определяться, прочитать эти гены. Сложная есть процедура. Как-нибудь я вам, возможно, расскажу. Там и ядерные, в общем-то, методы исследуются, ядерно-физически используются. Вот. Ну, и выяснили, что в ту пору вот эти вот массово умершие люди, коренного, так сказать, европейского населения, ну, вернее, того населения, что предшествовало вот нынешнему, пришедшему из степей Евразии. Ну, и степи Евразии, это они такое понятие протяжённое, эти вроде как пришли из европейских степей Евразии, типа юг Украины, вот эти вот места. Вот. И так вот, значит, что же оказалось? Умерли они от заболевания, очень похожего на средневековую чуму. Вот эта вот чума. Да? Но маленькие были детальки. По мере, значит, накопления информации выяснили, что это была чума, но не та чума, что была в средние века. Вот что за чума была в средние века? Значит, ну, возбудитель её, да, вот этот возбудитель имеет оболочку клеточную. Понятное дело, что и древние вот этой чумы тоже возбудитель имел оболочку. Но оболочки были разные свойства. Видите ли, в чём дело? Как протекает вот эта вот чума? Она и до сих пор так протекает. Значит, переносчиками этой чумы являются крысы. Крысы, у них блохи есть. Блохи их кусают и пьют кровь. Так вот, блохи, вообще говоря, по-хорошему, большинство клеточных клеток, которые попадают к ним, значит, в организм с кровью, они переваривают. А вот эта вот модифицированная чума средневековая, она уже обладала, и современная тоже, обладала такой оболочкой, что в желудке она не могла её переварить, блоха. И эти клетки, они ещё между собой слепались. Были такие комки, комки вот этих заразных клеток, они затыкали им в горло. Есть ничего не может блоха. Кусает крысу. Её прям туда, вырывает прям туда, пробка не даёт её проглотить. Вырывает кровоток крысы в другую крысе, и все крысы так вот заражаются от неё через блоху. Ну, а потом, когда крысы заражённые умерли, вот эти голодные блохи, которые поесть никак не могут, они бросаются на кого попало, на человека в том числе. Ну, и в кровоток ему попадают эти возбудители чумы. Вот такой способ распространения чумы, современной чумы через блох. А в ту пору этого не было. Значит, та чума распространялась как воздушно-капельным путём, почти как гриб. Приехали чумные... Почему не сами эти чумные, чумовые не умерли? Ну, видимо, эти чумовые были как-то более-менее почему-то к ней устойчивы. Не знаю. Не знаю, как этот вопрос такой тонкий. И, ну, может, это пандемия этой чумы, евродемия, не пандемия, а евродемия, да, европейская эпидемия, может, она разразилась как раз до прихода туда, вот, предков современных европейцев. Они пришли в обезлюженную пустыню. Может быть, и так могло случиться. Так что, вот он, что-то неуловимое с собой принесли. Да. А ещё тоже очень важный элемент. Вот помните завоевание Центральной Америки? Ведь это было место, где, когда бы европейцы там появились, там ведь была цивилизация, была развитая государственность, она была чудная, она была не такая, как в Европе, там другие принципы, другие отношения были, и эти цивилизации, в принципе, не могли бы просуществовать на Земле бесконечно, они у них не было, не к чему было, вот как-то вот, не могли бы они друг к другу приспособиться, вся эта традиция человеческих жертв, нет, европейцы и жители Азии, они тоже вполне себе пришибить-то могут, но всё-таки вот как-то это вот совсем другая культура, культура смерти в той мезоамерике была совсем другой. И вот в ту пору, как пишут те, кто выжил, а выжили в том числе те, кто пишут, люди, которые приняли христианство, стали монахами, учёными монахами, и они оставили, во-первых, воспоминания о той мезоамерике, что была до европейцев, до христианства, и о том, как эта мезоамерика прежняя перестала существовать, а перестала существовать, и она чудовищная эпидемия, народ болел. По всей видимости, погибло никак не меньше 80% населения, 80% населения вымерло от этой вот эпидемии. Это больше, чем в Европе от чёрной смерти. Вот, вот такие вот кошмарные, кошмарные цифры. Тоже стали разбираться, выяснили, что это было. Но это, по-нашему говоря, некое такое кишечное, ну, сальмонеллёз, понимаете, да? Вот типа сальмонеллёза, что-то такое того вот там же полтысячи лет почти прошло, даже слишком, с лишним. Вот, типа сальмонеллёза искосило большую часть населения. Как его туда привезли? Как он туда попал? Почему от него европейцы не вымерли? Ну, возможно, что просто в Европе уже существовала некая приспособленность к этим заболеваниям. Всё-таки мы давно уже едим и... А там не знаю, не могу сказать, но факт то, что у них эта устойчивость и восприимчивость к этому заболеванию была гораздо выше. Как уж он туда попал? С людьми европейскими, с животными из Европы, с пищей, которая из Европы туда могла попасть, неизвестно. Но вот факт есть факт. Вот это вот и почистило. А то бы сейчас вот приходилось был бы кровавый конфликт между жителями Старого Света. У них свои были каноны, свои размеры. Он был бы, наверное, сравним с конфликтом между Римом и Карфагеном. В Карфагене были совсем другие понятия о том, что такое хорошо, что такое плохо. У них там были массовые человеческие жертвоприношения, родители с восторгом приносили в жертву своих детей. Ну, в общем-то говоря, вот в прочих частях Старого Света такого не было. Именно это и привело к тому, что римляне в Западном Средиземноморье истребили карфагенян, то есть финикийцев, а евреи под руководством Ильи Пророка истребили их в Восточном Средиземноморье. Знаете, такой день 2 августа, день Ильи Пророка, у нас всегда десантники его празднуют. Вот это вот празднуют, но празднуют они то, что в этот день первый воздушный десант на учениях сбросили под Воронежем. Вот. А вообще это, говоря, этот день вот памяти Ильи Пророка, который много дел под его чутким руководством много дел натворили древние евреи. Ну, вот этими плодами мы и пользуемся. А тут не потребовался Илья Пророк, тут достаточно было сальминеллеза. Кошмар. Правда? Естественно, все это население очень сильно ослабло. Мало того, что 80% вымерло. Прогибла вся инфраструктура, вся власть, вся вот эта структура власти. И, собственно говоря, уже дальше сопротивление некому было оказывать европейской цивилизации. И вот поэтому Мезоамерика, Южная Америка, они как-то так очень сильно европеизировано местное население. Ну, она испанная, испанская культура там пришла, испанская, португальская. Вот североамериканские индейцы на них такой напасти не было. И они по-прежнему живут отдельно от белых в резервациях. Вот как-то у них не пересекаясь живут. У них очень сложный этот процесс шел. А тут вот цивилизация помогла. Нет, ведь многие жители Южной Америки, они потомки тех самых индейцев. Ну, понятно, сократилось на 80%. Ну, понятно, приехали колонисты. Основная это масса кто были? Ну, местные. Вот это вот, на этих местных там добавили еще испанской культуры, испанских генов. Да, так что вот такие вот дела. А сальмонилез-то все и уладил. Да, вот это нечто неуловимое. Оказалось, надо всего лишь мыть руки перед едой и стараться, чтобы в источники воды не попадали фекалии. Всего лишь на все. Возможно, европейцы это понимали уже в том время. Скорее всего. Ну, вот такая вот история печальная, да. В прошлый раз я говорил про бред науки, не про бред науки, а про то, что ее не хотят слушать. Я говорил, что вот не будете слушать, мы все с голоду помрем, старые люди, которые с высшим образованием, это еще советским, и некому будет вам учить. Так что не дайте нам помереть раньше времени, мы помрем, помрем. Настанет время, мы помрем, и вы останетесь без нас. Будете желковать и локти кусать, но никто вам не придет и не скажет, вот как на самом деле. Хотите, что я подольше вот стучал пальцем и положи паяльник на место, или кого там, напильник на место, то присылайте мне деньги. Внизу у меня есть расчетный счет в Сибербанке, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек, кошелек ВКонтакте, Донейшин Алерс есть, ссылки все на это дело. Есть еще у меня там Сибербанкская карточка, и можете стать спонсором моего канала, кнопка спонсорства есть. Ну, я желаю вам удачи, да? Так что, если вы меня поддержите, удачи будет у вас еще больше. Видите, как я вас уговариваю, да? Жалкий доцент, я самый жалкий доцент, которых вы знаете, но вы меня знаете.